Обострение ситуации на Ближнем Востоке, в Ираке. Правительственные силы штурмуют Масул. В Сирии американские ВВС сбили самолет армии Асада. Иран обстреливает исламское государство баллистическими ракетами. Все подробности узнаем от Сергея Услендера. Самолеты сирийских ВВС бомбили позиции курского ополчения вблизи города Ракка, когда внезапно появившиеся над полем боя американские F-18 атаковали сирийцев и сбили один Су-22. Обычно сирийская авиация воздерживается от атак на курдов. Но как только ситуация изменилась, американцы немедленно отреагировали. Сирия сразу обвинила Вашингтон в пособничестве террористам. Дамаску вторит Москва. Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил с заявлением, в котором призвал уважать территориальную целостность Сирии. Российские военные меняют правила открытия огня. Отныне все воздушные цели к западу от Ефрата будут рассматриваться как враждебные. Тем временем иранские военные нанесли по территории Сирии ракетный удар. По заявлению Тегерана он пришелся по позициям исламского государства. Это рев ракет корпуса стражей исламской революции, направленных на командные центры исламистов провинции Дейр-Аль-Зур в Сирии. Тем временем курдские отряды, несмотря на бомбардировки сирийских ВВС, развивают наступление на Ракку, столицу Халифата. На ближних подступах городу начались активные боевые действия. Курды продвигаются медленно. Каждый метр приходится преодолевать с большим трудом и с потерями. Террористы используют даже импровизированную авиацию. Когда мы слышим характерный звук, это тарахтят дроны террористов. Мы сразу прячемся, пережидаем, потом двигаемся дальше. Ситуация благоприятная. Мы продвинулись довольно далеко и в отряде нет даже раненых. А в соседнем Ираке правительственные войска начали финальный штурм Масула, главного оплота исламистов на территории этой страны. Есть опасения, что в результате штурма старый город Масула, археологический и архитектурный памятник, будет разрушен или как минимум сильно поврежден. В городе идут ожесточенные уличные бои. Иракская армия активно применяет тяжелую артиллерию и танки. С воздуха наступление поддерживает авиация коалиции. Вообще штурм Масула по плану должен был завершиться еще два месяца назад. Но из-за ожесточенного сопротивления террористов темпы пришлось изменить. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер.